Григорий Блайда 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 Летнего века женщины, бабушки, в результате наездки двое бабушки погибли на месте, одна позже померла в лекарне. Водитель, который совершил это правопорушение и совершил такий несчастный случай, затрямлен в порядке ст. 208 КПК, сейчас проводятся следственные действия. Установляется ряд экспертиз и пока даже не выбран запобежный защит. В Одессе, на поселке Котовского, семейная ссора привела к смерти. 42-летний мужчина, разозлившись на собственную мать, нанес ей несколько ножевых ранений, в результате которых 66-летняя женщина скончалась. После убийства мужчина скрылся с места преступления, однако был вскоре обнаружен полицейскими и доставлен в участок. На пошуке злоумисника был ориентирован весь особый склад одессской полиции. В вечере того же дня он был затриман в Киевском районе на улице Вархницкий. Экипаж патрульной полиции заприметив человека, зовні схожего по ориентированию на злоумисника. Побачивши полицейских, злоумисник почав тікати, проте був затриманий та доставленный до Суворовского отдела полиции. Зокрема, за декілька дней до своей смерти потерпіли звернулися до полиции из заявки про то, что сын кидался до нея у бейку. А за день до трагедии, зі слів молодшего сына, между матерью и братом знову виник конфликт на побутовом грунте. За данным фактом было распочато криминальное проваджение, передбаченное частиною 1 ст. 115 КК Украины на вмисное убийство. Наразі человека в порядке ст. 208 КПК Украины затримано. Вирішується питание щодо обраняемого запобежного захода. Борьба за Еву. Бывшие супруги уже два года не могут поделить пятилетнюю дочь. По словам матери, теперь у нее есть на руках распоряжение суда, которое она показала нашим журналистам. Суд обязал отца передать девочку матери. На данный момент у нас уже есть решение суда об отобрании ребенка у отца, который уже два года не является, не показывается. Вот на данный момент мы находимся здесь по месту его проживания. То есть его здесь нету. Вот мы стучались в квартиру, мы уже здесь находимся практически целый день. То есть его нету, никто двери не открывает. Полицию вызывали уже два раза. То есть это бессмысленно просто. Исполнительная служба была, которая уже хочет отобрать ребенка, но просто не у кого. Но отец девочки не только не открывает дверь. Соседи утверждают, что не видели его уже несколько месяцев. Якобы он женился во второй раз и переехал. То есть это так постоянно. Здесь двери никогда не открываются. То есть бессмысленно звонить и приходить. Судебное заседание по поводу того, с кем должна остаться пятилетняя Ева. Саенко длились два года. Мать утверждает, что ее бывший муж похитил их дочь. Также, по ее словам, Еву и экс-супруга объявили в розыск. Некоторые родители, ученики и выпускники юридического лицея вышли на митинг в защиту директора учебного заведения. Ранее Александр Шиян заявил, что покидает этот пост, а все из-за скандала. Несколько родителей рассказали, что в столовой их детям подают некачественную еду и двое лицеистов отравились. Также они обвинили руководство учебного заведения в коррупции, в психологическом давлении на детей, в том, что главу родительского комитета ударила замдиректора. Один из учеников продает наркотики в учебном заведении, на что руководство лицея никак не обращает внимания. Те же родители и ученики, которые встали на защиту директора, как и сам Александр Шиян, заявляют, что все эти обвинения – это клевета. Это все выдумки, особенно наркотиков. Это вообще бред. Мы учимся, дочка учится три года здесь, сын два года. У нас такого не было. Это вообще непостижимо. Отношение к ученикам со стороны учителей, преподавателей очень благоприятное для того, чтобы мы учились, действительно, чтобы у нас были какие-то знания. Потому что, когда я училась в школе, на самом деле я не училась. У меня были оценки не выше семи баллов, а когда я поступила в юридический лицей, я действительно начала получать знания, потому что учителя делают для этого все. Мой взгляд на эту ситуацию, что в первую очередь это клевета насчет лицея, но в вторую очередь это просто столовка, это повод для того, чтобы раздуть подальше дальнейший скандал. И я считаю, что это все клевета на лице, покушение на его имидж. И сегодня активисты собрались под зданием Суворовского суда, чтобы выразить свой протест с судьям-коррупционерам. Речь идет о судьях Шипитько, Бобовском и Лупенко. Все они в разное время, по убеждению активистов, были замешаны в крупных скандалах, связанных с получением взяток. В сети также есть видео, на котором Шипитько якобы берет деньги, и за это его задерживают силовики. Активисты возмущены тем, что правонарушители не только не отбывают наказание, но и продолжают работать. Ссылаясь на это, общественники говорят о необходимости создания в Украине специализированных антикоррупционных судов. Меня возмущает то, что на данный момент в этом суде работают три судьи, которые были пойманы на взятках. Это Шаптала, ой, Шаптала Шипитько, это Бобовский и Лупенко. Три судья. Один Шипитько был в 2015 году пойман на взятках, сам себя писал полгода. Есть видео, как он берет эту взятку, и два года система не может избавиться от него. Его один раз отстраняли, потом второй раз отстраняли, и он опять через суд возвращается. Просто эта ситуация уже настолько возмущает, что этот суд стал каким-то пристанищем для коррупционеров, получается. И я считаю, что им не место здесь, и им надо срочно подавать в отставку, увольняться. Потому что иначе мы вынуждены будем блокировать этот суд и не давать ему работать, пока они не уволятся, эти судьи. В середине октября самый разгар уборки риса на юге Одесской области. В Придунавье фермеры выращивают сельхозкультуру на 15 тысячах гектаров земли. Приблизительно такая же площадь рисовых плантаций в Херсонской области. Больше для нужд Украины рис не выращивают нигде, хотя раньше свою лепту в обеспечении страны этим продуктом вносил Крымский полуостров. После затяжных дождей комбайны снова вышли на уборку. На полях Килийского района побывал мой коллега Виталий Хемий. Село Лески 10 километров от Вилково. Такой комбайн на необычном гусеничном ходу в день может скосить больше 10 гектаров рисового поля. Обычной колесной технике здесь будет тяжело. Заболоченная земля вносит свои корректировки в работу. Рис – культура, которая любит воду, близость Дуная, до миллиметра отстроенная оросительная система решает вопрос регулярного полива риса. На крупнейшем предприятии Югообласти под выращивание риса выделено 1620 гектаров. После уборки зерно везут на мехток, после чего приводят в товарный вид. Сейчас мы собираем урожай риса. Рис – серец. Он пока еще не обработанный. Дальше, после поля через комбайн он идет на ток. На ток его очищают, доводят до нужной волосы. И дальше он поступает до нас на завод. На заводе мы его обрушиваем, шлифуем, полируем. И отбираем осечку, мучку и готовый рис. И тот готовый рис, который самый лучший, вы видите на полицах магазинов. Сезон уборки риса совпадает по времени с началом посевной кампании озимых культур пшеницы и ячменя. В отличие от хозяйств, где идет посевная, в лесках дождя мне очень рады. Из-за обильных осадков на протяжении трех дней комбайны хозяйства не могли выйти на рисовые плантации. Впрочем, климатический фактор не самый проблемный для аграриев. В прошлом году уборку закончили 7 декабря с минимальными потерями. Выращивание риса – затратный процесс. Удобрения и семена обходятся фермерам в солидную сумму. А ведь еще цены на топливо и электроэнергию не стоят на месте. Все упирается в цены. Цены на топливо. Сегодня топливо подскочило буквально, если еще пару месяцев назад была, цена 17,50 мы покупали. То сегодня мы берем по 23,10-23,50 за литр. А топливо уходит, конечно, тоннами на уборку. Цена на воду тоже. Куп воды, в принципе, недорого сам по себе, 7 копеек. Но основная составляющая – это электроэнергия. Если за воду мы можем заплатить 100 тысяч, то за электроэнергию – миллион. Там, понимаете, соотношение очень дорого электроэнергии. Есть проблемы в этом. Это все ложится на затраты. Естественно, все ложится на ценообразование риса. Через несколько дней в лесках снова заработает завод по переработке риса. Компания-производитель продает товар пока что только оптом по цене 18 гривен за килограмм. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер». Мемориальную доску в честь погибших 100 лет назад моряков эсминца лейтенант зацаренные открыли на мор-вокзале. Этот корабль затонул во время Первой мировой войны возле острова Змеиный, подорвавшись на немецкой мине. В составе экипажа были 42 моряка. Около 10 лет назад аквалангисты подняли со дна некоторые артефакты из носовой части эсминца. Сейчас они находятся в музее Крыма. Новую экспедицию военно-морские силы Украины планируют организовать в следующем году. Все мы знаем, что остров, судно еще находится там. И находятся еще многие артефакты, которые могут быть подняты со дна Черного моря в районе острова Змеиный. И я думаю, что после того, когда будут произведены эти археологические подводные находки, то они найдут достойное место в экспозиции. Я надеюсь, что вновь восстановленного музея морского флота Украины, потому что все мы, наверное, слышали последние новости. Администрация морских портов Украины пытается сейчас решить вопрос. И она, в общем-то, и движется в этом направлении, чтобы вернуть музей морского флота в здание английского клуба в то знаковое место, где он находился до момента пожара. И в Одессе откроется первый в Украине подземный театр. В обновленном подвальном помещении памятника архитектуры на военном спуске планируют показывать спектакли в жанре современного театрального искусства. Мой коллега Александр Вейцман продолжит тему. Это здание театра оперы и балета. Это здание русского драматического театра. Это театр музыкальной комедии. И все эти театры объединяют то, что внешне они находятся на земле. Однако уже скоро в Одессе в подвальном помещении этого здания появится первый в Украине подземный театр. Военный спуск. В нескольких метрах от Сабанеева моста находится, построенный еще в 19 веке, дом крупного общественного деятеля и мемуариста Осипа Чижевича. Последние десятилетия дом потерял былой блеск и подвалы оставались заброшенными. Теперь же здесь ведутся ремонтные работы. Уже в конце октября в помещении заработает новое каворкинг пространства ТЭО, ориентированное на современное театральное искусство. Здесь были выгнившие, прогнившие, покрытые грибком, плесенью стены. Лилась канализация, лились все трубы, все выявшее. Ну то есть тут было аварийное состояние. Мы все это делаем впервые. Мы вообще не знаем, как, что. То есть мы для себя первооткрыватели. И надеемся, что наше пространство, оно станет такой вехой в жизни города, в культурной жизни города. Тем местом, куда приходя человек, приходя одним, уходит иным. Иным, наполненным новым содержанием, новым пониманием. И это главная задача, главная философия нашего пространства. Помимо постановок, в будущем театральном пространстве будут проходить концерты, авторские встречи с драматургами, мастер-классы, включая видеопоказы лучших европейских спектаклей. Также создатели планируют помогать и начинающим режиссерам. Здесь будет проект, который называется «Вход свободен». Это проект, который свободен как для зрителя, бесплатно, так и для актера, либо трупы, либо еще какой-то формы существования, для предоставления того, что они сотворили. Для того, чтобы они могли показать это зрителю, а зритель мог это посмотреть. И это бесплатно будет со всех сторон. Откроется пространство для широкой публики 30 октября. Премьера спектакля «Ифигения Апофеоз» по мотивам трагедии древнегреческого драматурга «Эврипида». Александр Вейцман, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы в галерее Свято-Архангела Михайловского монастыря открыли выставку. Она посвящена 25-летию пребывания на Одесской кафедре митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Его работа вдохновила многих художников в своих произведениях. Поэтому на выставке можно увидеть профессиональные работы художников одесских и также детские рисунки, в которых видно, что они вдохновлены праздниками, теми традициями, которые культивируются в семьях. Экспозиция рассказывает о возрождении, строительстве и реставрации храмов, часовен, монастырей, о благотворительных и просветительских учреждениях и развитии духовного образования и церковного искусства под покровительством владыки. Выставка продлится с 13 октября до 21 ноября. И одесский черноморец подписал 33-летнего украинского вратаря Андрея Федоренко. Об этом сообщают интернет-ресурсы, но в клубе информацию официально не подтвердили. Ранее голкипер выступал в белорусском Крумкачи, который тренировал наставник моряков Олег Дулуб. Также игрок защищал цвета ярославского шинника, румынского чохлаул и казахстанского атырау. Также усилить одесситов может нападающий. По информации таблоидов, форвард тоже ранее играл в чемпионате Румынии. Обоих футболистов якобы заметили в товарищеском встрече против молдавского Динамо Авто. А вот новый главный тренер черноморца Олег Дулуб размышляет над своей отставкой, возможно, из-за увольнения его помощника Александра Грановского. Окончательное решение белорусский тренер будет принимать после матча с киевским Динамо в воскресенье и встречи с президентом клуба Леонидом Климовым на следующей неделе. В субботу в 18.00, как всегда, итоги уходящей недели. Оставайтесь с репортером. Нам интересно. Счастливо увидимся.